Спрос больше, чем предложение. Такова ситуация сегодня на автомобильном рынке. В этом году из России ушли европейские и японские производители, а цены на средства передвижения лихорадило несколько месяцев. Какова сейчас обстановка? Чем замещают автодилеры? Освободившиеся ниши и стоит ли ждать дальнейшего повышения цен, выяснил наш корреспондент. В этом году большинство европейских и японских производителей ушли с российского рынка. Но свято место пусто и не бывает. Остались помимо российских южнокорейские автомобили. Пробует себя у нас Индия. Активнее всех рвется Китай. Авто целого ряда брендов из Поднебесной уже заняли места в тверских автосалонах. Вот один из экземпляров ждет своего покупателя. Это китайский автомобиль среднего класса. Здесь есть все для комфортного вождения. Автоматическая коробка передачи, кнопка автозапуска, кожаный салон, цветной экран для водителей, огромный экран мультимедиа. Кнопки на руле. Спрос на китайцев стал выше, потому что авто поставляется официально. Соответственно, контролируется качество. Средняя цена машины около двух миллионов. Примерно столько же стоит корейц на автомате. Дешевле отечественный седан. Кстати, часть китайских авто собираются в России. Но представитель дилерского центра рассказывает, что в целом спрос на новые авто пока снизился. Поскольку на новые автомобили ценники выросли, люди стараются посмотреть за ту сумму, которую они накопили автомобили с пробегом. То есть приходят, но на те автомобили тоже ценники поднялись. Это как бы все взаимосвязано. То есть если на новые автомобили ценники растут, на автомобили с пробегом тоже они начинают подрастать. Спрос на автомобили с пробегом тоже упал, но потихоньку начинает наращивать свои обороты. По-прежнему остается популярна услуга трейд-ин. Покупатель меняет свой авто на новый или другой с пробегом. Попутно еще распродаются остатки авто, ушедших с рынка производителей. Но цены вдвое больше, чем год назад. Пока о новых поставках, даже если говорить о них как о так называемом параллельном импорте, речи не идет. Обходные пути пока большой вопрос. А вот с ценами все прозрачнее. Дальнейшего повышения более чем на 10% автосалоны пока не прогнозируют. Экономисты с ними согласны. До конца даже этого года я серьезного повышения цен не ожидаю. Некоторые будут больше приобретать наши уже сейчас имеющиеся автомобили. Здесь определенный рост, но небольшой. 2023-2024 года, если все, политическая обстановка остается такой, как сейчас, то все-таки я думаю, что предложение будет чуть выше. В первую очередь это произойдет за счет рвущихся к нам китайцев. Также экономисты считают, что уход с нашего рынка популярных иностранных брендов повод развивать и усовершенствовать наше отечественное производство. Тем более, все перспективы есть. Нужно только время. К концу уже 2023 года наш автопром уже достаточно смело может предложить какие-то более-менее хорошие автомобили. На Бережной Черни предлагает несколько вариантов сейчас. И настолько я знаю, у них уже есть определенные решения по производству нашего электрического автомобиля. Более того, при правильной политике наши авто создадут конкуренцию не только внутри страны, но и за ее пределами. Как продвинутым технически китайцам, так и зарекомендовавшим себя надежностью корейцам. Продолжение следует...